Всем привет, с вами снова Сергей Лайф и в этом видео мы с вами рассмотрим наушники аудиотехника ATH R70X. Ну а спонсором сегодняшнего видео является магазин проекта wikisound. Здесь вы можете приобрести оборудование по одним из самых лучших цен в интернете и получить в подарок видеокурсы как от меня, так и от других проектов. Если вы хотите поддержать выход новых обзоров оборудования и плагинов, то будем рады видеть вас среди наших покупателей. Как и в предыдущем обзоре, эти наушники не мои, а нашего подписчика и покупателя Евгения. Большое спасибо ему за возможность сделать данный обзор. Имейте ввиду, что у вас есть такая же возможность, то есть если вы покупаете наушники, но для них еще нет эквалайзера. После покупки они могут отправиться мне для настройки эквалайзера, чтобы выровнять их амплитудно-частотную характеристику, ну и попутно для того, чтобы сделать обзор. Ну а бонусом идет бесплатная доставка. Наушники поставляются вот в такой коробке, разбираются на следующим образом и внутри у нас присутствует вот такая черная коробка. Ну а в самой коробке уже, соответственно, самые наушники, обложенные вот таким вот поролоном. Наушники аудиотехника R70X это наушники открытого типа, то есть звук от наушников будет слышен всем окружающим. Ну а из плюсов то, что в них не потеют уши и более естественный звук. В комплекте с наушниками у нас идет провод трехметровый и велюровый пакетик чехол. Находятся они у нас вот здесь, под самими наушниками. Подключение провода к наушникам происходит с помощью двух таких штекеров к каждому наушнику, то есть вот в эти места. Ну на другом конце, как обычно, у нас имеется такой большой джек, который навинчивается на мини-джек. В следующем отделе у нас находятся вот здесь гарантийные бумаги, инструкции и так далее. И сам вот этот вот мешочек. Из очень такого приятного на ощупь материала, похожего на велюр. Первое, что стоит отметить в этих наушниках, это весьма большое сопротивление. Оно составляет 450 Ом. Это говорит о том, что данные наушники нельзя подключать к каким-либо мобильным устройствам, которые не имеют большой мощности. Они будут просто очень тихие. Ну и поскольку такое большое сопротивление, вам, конечно, интересно, возможно ли их подключить к обычной звуковой карте внешней, ну, которую есть у большинства, такие как Roland, Focusrite, Presonus, Стейнберг, ну и так далее. То здесь я отвечу, да, их мощности достаточно для того, чтобы сделать эти наушники очень громкими. На данный момент цена составляет порядка 320 долларов. Ну и давайте поговорим о самих наушниках. Амбушюры выполнены из какого-то такого странного материала. Это не велюр, который можно часто встретить на наушниках открытого типа, но и не самая обычная ткань. Самые амбушюры мягкие и приятные на ощупь. Чашки у наушников поворачиваются не сильно, просто для того, чтобы соответствовать форме головы. На первый взгляд, мне также показалось, что чашки довольно небольшие, но когда я делал эти наушники, то они сели очень хорошо и я бы не сказал, что они какие-то тесные. Места очень много и все хорошо сидит. Конструкция этих наушников направлена на максимальное их облегчение. Также вот обратите внимание, даже душка здесь вот, она перфорированная и наушники действительно очень-очень легкие. То есть все здесь направлено на облегчение, даже вот эта вот перфорация. При использовании наушников они практически никак не ощущаются на голове. То есть как будто у вас одеты к ушам две чашки и больше, в общем-то, ничего и нет. Собраны хорошо, ничего не скрипит, нигде не выглядит прям как-то хлипко. В общем, здесь тоже все хорошо. Ну и теперь давайте, как обычно, поговорим о самом главном, это о звуке. Если охарактеризовать в общем эти наушники, то они сосредоточены в большей степени на низе. Он достаточно ровный и естественно звучащий. Что позволяет очень хорошо использовать эти наушники для дополнительного контроля низкочастотной составляющей вашего микса, если вы работаете в неподготовленном помещении. Ну и конечно же это будет очень хорошо оценено любителями стилей музыки, где именно важен хороший низ. Низкие частоты преобладают над высокими, но недостатка в высоких частотах не ощущается. И слух довольно быстро приспосабливается. Высокие частоты звучат очень мягко и нет вообще ничего такого раздражающего слуха. Такие высокие частоты позволяют работать в наушниках очень долго и слух вообще в них не устает именно от самого звука. Он очень мягкий и приятный. Что касается средних частот, они здесь из представленных этих трех полос, то есть низких, высоких и средних. Вот средний самый тихий. Но на самом деле здесь разница не такая великая и тоже недостатка в средних частотах не ощущается. То есть вначале когда одеваешь, да есть провал на середине, который обращает на себя внимание, но буквально через пять минут прослушивания это уже все незаметно. Что касается динамики, то эти наушники очень хорошо с ней справляется по всем частотам. И не забывайте такой важный момент, что для клиентов нашего магазина мы предоставляем в комплекте с наушниками эквалайзер для полного выравнивания их спектра, для того чтобы можно было делать общее сведение и в этих наушниках. Ну в общем-то это все, что я хотел сказать относительно звукорежиссерской оценки данных наушников. Теперь давайте немного поговорим о других аспектах. В целом звук наушников очень приятный и мягкий и в нем действительно можно просидеть на протяжении 5-6 часов и не испытывать никакого утомления слуха. То есть к примеру, если вы музыкант и вам необходимы какие-нибудь наушники, то есть мобильность и вы могли бы долго в этих наушниках просидеть, чтобы писать музыку и слышать хороший звук, то есть отличать качественный звук от некачественных, то наушники аудиотехника ATH-R70X это очень хороший вариант для этих целей. Что мне еще очень понравилось в этих наушниках, что в них практически любые стили, ну вернее не то, что практически, а на самом деле не слышал стили музыки, которые в них звучали как-то неприятно или плохо. Они получаются очень универсальные к любым стилям музыки. Часто бывает так, что в наушниках с выделенным верхом электронные миксы звучат чересчур песочно, ну потому что они очень яркие и это утомляет слух и часто звучит неприятно. Или на среднечастотных наушниках, когда к примеру слушается какой-то классический микс, где много середины и может такое неприятное гудение очень часто появляться, что тоже не доставляет максимального удовольствия от прослушивания в наушниках. В этих же наушниках вот именно вот этого всего нет. И в них и яркие миксы звучат не чрезмерно ярко, но и недостатка в высоких частотах не ощущается. И миксы, где середины много, тоже она не торчит, но где ее и мало, тоже не звучит так, как будто ее не хватает. На всех частотах на этих не ощущается чрезмерность и каких-то ядовитых частот. То есть инженеры разработали данные наушники так, что практически вот любые стили в данных наушниках звучат очень хорошо. Ну а спонсором сегодняшнего видео, как я и говорил, являюсь я сам. Если вам обзор понравился и вы хотели бы поддержать проект, то не забывайте заходить в магазин проекта Вики Саунд. Здесь мы стараемся предложить самые выгодные цены. Я также выпускаю и обзоры на оборудование, они делаются именно для вас, а не для того, чтобы продать то, что есть в магазине. Я стараюсь их делать объективными и поэтому есть и негативные обзоры, как вот видите. Все я это делаю, чтобы помочь вам в выборе и чтобы вы, не имея возможности прослушивания или испытания того или иного оборудования, не сделали неудачный выбор. Буду рад видеть вас в магазине проекта, вы сможете получить видеокурсы в подарок, поддержите проект и выход новых обзоров. Всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие видео и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok